Одним из изобретателей фотоаппарата был француз Луи Дагер. Первые фотографии так и назывались по его имени – дагерротипами. Фотоаппарат Дагера – это ящик с линзой в передней стенке. Линза создает изображение предмета на светочувствительной пластинке, которая установлена на заднюю стенку ящика. Свет вызывает химическую реакцию фотоэмульсии. Полученная картина фиксируется с помощью специального реактива. Мы сделали модель такого фотоаппарата. Посадим игрушечную собаку перед объективом и настроим резкость. Пересадим собаку ближе к фотоаппарату. Изображение расплылось. Чтобы оно стало резким, линзу надо выдвинуть еще дальше. Получается, что для каждого расстояния от фотоаппарата до предмета нужно устанавливать объектив в определенное положение, настраивая его на резкость. Чувствительность первых фотопластинок была весьма низкой. Поэтому клиент должен был долго сидеть неподвижно перед фотокамерой. Время, на которое открывается объектив, называется экспозицией или выдержкой. Чтобы снимать движущиеся объекты, выдержка должна быть маленькой, иначе фотография размажется. Если выдержка маленькая, на пленку попадет меньше света. Чтобы получить хорошее изображение в таких условиях, надо или повысить чувствительность пленки, или сделать больше света. А чтобы света было больше, надо или ярко осветить фотографируемый предмет, или увеличить входное отверстие объектива. Для регулировки входного отверстия объектива применяется специальная лепестковая диафрагма. Но почему бы не открыть диафрагму на максимум? Ведь тогда она будет пропускать больше света. Дело в том, что диафрагма меняет глубину резкости фотоаппарата. Положим на стол линейку и сфотографируем ее с разными диафрагмами. Если диафрагма маленькая, вся линейка выглядит достаточно резкой. А при большой диафрагме резкой будет только небольшая часть линейки. А ближе и дальше изображение расплывется. Посмотрите, как сложно устроен хороший фотоаппарат, и сколько возможностей он предоставляет фотографу. И хороший фотограф должен овладеть всеми этими средствами, композицией кадра и многими другими премудростями. Но настоящее фотоискусство начинается там, где фотографу есть что рассказать и показать другим людям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok